Не зная как вы, а мы уже посмотрели фильм Капитан Марвел, который помимо того, что оказался весьма неплохим, как ни странно, раскрыл еще и огромное количество секретов вселенной Мстителей, начиная от происхождения самого этого названия и заканчивая тем, как Нику Фьюри пришла идея собрать воедино разных супергероев и так далее. Что же, прямо сейчас все, кто еще сомневается, идти ли в кинотеатр, смогут с легкостью и, что главное, без спойлеров это для себя решить. Ну а для самых нетерпеливых, во второй части этого видео мы раскроем все остальные секреты, обсудим сцены после титров, которые, как и обещали, было две, ну и поговорим о дальнейшей судьбе Капитана Марвел в Отряде Мстителей. Всем привет, с вами Юту и мы начинаем. Ладно, давайте, как я и обещал, без спойлеров, то есть не более того, что уже и так было в трейлерах, обсудим фильм в общем. Что сказать, с точки зрения сюжета, история завязалась ровно так же, как это было показано нам в промо. То есть Кэрол Денворс, после катастрофы, обретшая свою суперсилу, теперь тренируется на планете, населенной Кри, воинственной расой, такими себе космическими рыцарями. Причем она практически ничего не помнит, в общем, как и ожидалось. Ну и уже после определенной завязки, что тоже можно было понять из трейлера, в действии переносится на Землю, которая в терминологии Кри именуется планетой Си какой-то там. Где наш Капитан Марвел и встречается с моложавым Ником Фьюри, еще счастливым обладателем двух глаз. Ну а агент Колсон таки вовсе предстает перед нами зеленым салагой-новичком, единственным, по словам самого Ника, кто не успел его возненавидеть. Короче, фильм, помимо прочего, практически с самого начала преподносит нам, как зрителям, много всяких прикольных мелких моментов, которые помогают полнее понять теперешнюю киновселенную Марвел. Дальше по сюжету я не пойду, чтобы не спойлерить тем, кто еще фильм не смотрел, единственное, что еще хочу сказать, сюжетная линия самоосознания самой Кэрол Денверс, которая меняет свой взгляд на очень многие вещи в процессе, а с ней, кстати, и мы с вами, а также раскрытие персонажа Ника Фьюри с другой, более легкомысленной, так скажем, стороны, все-таки тут он моложе и гораздо веселее. Две эти линии занимают, помимо общего сюжета, замеса со скруллами, которые оказываются также куда более неоднозначными созданиями, ключевую роль в новом фильме, и для всех фанатов киновселенной в целом, и Мстителей в частности, это должно быть просто как бальзам на душу. Теперь об остальных составляющих. Картинка Капитана Марвел ожидаема на высоте, в целом другого я лично и не ждал, все-таки в эту ленту деньжат вложили прилично. Актерская игра Сэмюэля Джексона, Джуда Лоу и, конечно, Бри Ларсон в главной роли тоже порадовала, единственное, как по мне, то как раз последнее временами чуточку перебирало с пафосом, но в конце концов она же супергерой. А вот что немножко разочаровало, так это внешний вид скруллов. То есть момент их превращения в кого-то выглядел прикольно, но вот сами зеленые рептилоиды как будто и снимались в тех же 90-х, в которых и происходят события ленты, впрочем, это тоже дело вкуса. В общем, если говорить в целом, то мы получили кинишку с неплохой историей, добротной игрой актеров, классными спецэффектами, в меру наивную, не претендующую на слишком серьезное восприятие, и даже с неплохим и почти всегда уместным юмором, что в последнее время случается не так часто. Так что, кто ожидал от Капитана Марвел прям выбивающий слезу правдоподобной до мелочей истории, если такие вообще были, вам я бы этот фильм не советовал. Для всех же остальных, как по мне, кино получилось легким, интересным и очень даже прикольным. А если добавить к этому раскрытие секретов Мстителей, то вопрос о походе в кинотеатр можно даже и не поднимать и брать билеты не раздумывая. На этом бесполерная часть у нас заканчивается, и мы переходим к конкретике. Итак, первый неожиданный, по крайней мере для незнакомых с комиксами людей, поворот. Скруллы, страшные, злющие, зеленые монстры, на самом деле оказались вовсе не исчадиями ада. Напротив Кри, которых на старте фильма мы воспринимаем как неких воинов света, это по сути свои поработители галактики, раса, которая не раздумывая уничтожит все на своем пути ради достижения целей. Вот и Скруллы, которые в свое время отказались покориться, теперь стали преследуемыми Кри во всех уголках галактики. А все, что на самом деле хотят зеленые, так это чтобы их оставили в покое и дали улететь на далекие планеты, где у Скруллов будет новый дом. Ну а помочь им в этом должно было, как оказалось позже, уничтоженное энергетическое ядро и уже знакомый нам космический куб Тессерак, за которым в фильме охотятся и они, и Кайрол, и сами Кри. В общем, в итоге, Капитан Марвел вместе с ником Фьюри решает помочь Скруллам, а сама Кайрол выступает уже против своих былых союзников Кри. Короче, пропуская супер эпический махач, можно сказать, что, во-первых, Кайрол, наконец, постигает свою силу, учится ею управлять и раздает люлей абсолютно всеми, даже своему учителю, которого играет Джут Лоу. Его же она направляет с посланием обратно домой, мол, не лезьте сюда. Скруллы, оказавшиеся прям примилыми созданиями, как я понял, при помощи суперсилы Кайрол, таки обретут свой дом, по крайней мере, туда они отправились. Ну а сам куб его сожрал кот. Ну, как бы не совсем кот, а на самом деле Флеркин, представитель опасной инопланетной расы. Он-то и слопал кубик, кроме этого оставив Ника Фьюри без его левого глаза, царапнув того так, что в будущем с глазиком пришлось, увы, попрощаться. Зато Ник взамен обзавелся своей знаменитой повязкой. Да, а что еще было очень прикольно, так это момент после титров, когда прям на столе Фьюри тот самый кот-гусь или инопланетный Флеркин с трудом отрыгнул проглоченный ранее куб. Видать, он ему пришелся не по душе. Что же касается Мстителей и проекта Щ.И.Т., то уже в конце фильма Ник Фьюри в разговоре с агентом Колсоном вдруг понимает, что человечеству нужно не новое оружие, но люди со сверхспособностями, которые смогут защитить нашу бедную планету от внешних и внутренних угроз. Более того, увидев на одном из фото Кэрол, что ее самолет именовался не иначе, чем Мститель, Фьюри наконец-то понял для себя, какое же имя должны будут носить новые супергерои, имя, которое сейчас все мы так хорошо знаем. Ну и, наконец, еще одна сцена после титров показала нам Мстителей после финального истребления половины Земли на своей базе Капитан Америка, Наташа, Халк и Воитель обсуждают, что же делать с Пейджером Фьюри, который как раз-таки усовершенствовала и вручила Нику Кэрол в конце фильма Капитан Марвел. Впрочем, думать, гадать Мстителям пришлось недолго, ведь уже в следующем кадре мы все увидели и саму Денверс, вопрошающую удивленных супергероев, мол, в чем дело, и недвусмысленную подпись на экране, что Капитан Марвел появится вновь в фильме Мстителей Энд Гейм. Так что вуаля, все наши догадки и предположения насчет нового Мстителя в команде супергероев подтвердились, что не может не радовать и является лишним поводом сходить в кино на обе ленты. На этом у нас все, теперь пишите вы свои комментарии и не забудьте подписаться на наш канал. Спасибо всем за просмотр, пока-пока!